Всем привет, дорогие друзья! С вами Наталья и вы на моем канале Семейные Секретики. А вы знали, что в словаре Даля русское название боярышник возводится к слову боярин? Так вот, соус из боярышника такой же индивидуальный, как и любой боярин. С древних времен боярышник используется в медицине и в народной в том числе. Используются не только плоды, но и листья и цветы. Но сегодня не про это. Итак, я хочу поделиться с вами весьма необычным рецептом соуса из боярышника. Сначала ягоды необходимо замочить в холодной воде. Не в теплой, от этого может поменяться вкус, а именно в холодной, часа на два. Затем хорошо промыть под проточной водой и перебрать ягоды. Чистые ягоды необходимо засыпать в кастрюлю, добавить 2-3 кружки воды в зависимости от количества ягод и поставить вариться. После закипания воды на медленном огне около 30 минут. Варить необходимо до размягчения плодов. Затем после остывания отделить косточки от мякоти удобным для вас способом. Я сначала размяла руками, а потом протерла через среднее сито. Процесс не очень увлекательный, но по-другому не получится. Далее в отдельной емкости отварить зелень петрушки, чеснок и острый перец до размягчения. При желании можно добавить лук, кинзу, базилик, сельдерей, в общем любые ваши любимые специи или зелень. Все соединить и пробить блендером в пюре. Соус поставить на средний огонь, добавить на 2 кг боярышника соль 1 столовую ложку, сахар 3 столовых ложки, кориандр пол чайной ложки и любые другие специи по вкусу. Постоянно помешивая варить минут 20. Еще раз повторю, помешивать нужно постоянно, так как любое пюре имеет свойство подгорать и как бы агрессивно дышать, то есть брызги будут лететь во все стороны. Поэтому постоянно мешаем и закрываем крышкой. Затем я добавила 1 стакан 6% уксуса, перемешала, попробовала, добавила еще сахара 3 столовые ложки, затем еще 3 столовых ложки, затем еще 3 столовых ложки, потом немного корицы 1 чайную ложку. На кончике ножа немного молотой гвоздики. Мой муж в таких моментах восхищается, в кавычках, конечно же, моим терпением. В общем, в итоге я сделала вывод, который не буду вслух озвучивать. Больше такое готовить не буду. Лучше приготовить соус кемали и наслаждаться его вкусом. Но это не значит, что я категорически не рекомендую это готовить. У всех разные вкусы и предпочтения. Нам этот соус не понравился от слова совсем. Если у вас есть рецепт приготовления боярышника, поделитесь, пожалуйста, им в комментариях, потому что я эту ягоду очень люблю. Желаю всем крепкого здоровья и замечательного настроения.